Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. Мы с Алексеем сняли уже четыре ролика про авторотацию, но в них мы показывали вращение гручных вертолетиков или бумажных полосок. А сейчас я дохожусь на аэродроме в Берске и стою рядом с настоящим автожиром. Меня на нем, конечно, покатают, а с вами мы займемся физикой авторотационного полета. Автожир в чем-то похож на вертолет, потому что у него есть несущий винт, ротор, а сзади у него стоит толкающий пропеллер. Но винт вертолета приводится в движение двигателем, а несущий ротор автожира установлен свободно. Его подкручивают на старте, чтобы разбег был покороче, а дальше сцепление убирается, и ротор вращается только за счет того, что его раскручивает набегающий поток воздуха. А нам надо понять, как происходит эта раскрутка и как возникает подъемная сила ротора, которая и поддерживает автожир в полете. А теперь давайте еще раз вернемся к отличию автожира от вертолета. И вот этот макет у меня будет изображать и вертолет и автожир. Когда вертолет зависает на месте, его лопасти отбрасывают воздух вниз, создавая подъемную силу. А когда вертолет летит вперед, его винт наклонен вперед, так что воздух отбрасывается вниз и назад. Теперь мы превратим этот макет в автожир. Поставим пропеллер. И автожир зависать на месте и висеть вот так долго не может. Ему нужно опускаться вниз, и тогда воздух проходит через лопасти снизу вверх и раскручивает их. А когда автожир движется вперед, в отличие от вертолета, его ротор наклонен назад. Так что теперь воздух проходит снизу вверх и назад, продолжая поддерживать режим авторотации. И как физики, теперь мы должны поговорить о силах, действующих на летящий автожир. И не важно, спускается ли он вниз на автороротации, или летит с постоянной скоростью горизонтально. В любом случае, если его скорость в полете не меняется по величине и направлению, это означает, что сумма действующих на него сил равна нулю. Давайте расставим эти силы на схеме. Прежде всего это сила тяжести, направленная вниз. Ну, дальше надо нарисовать силу тяги пропеллера. Она направлена горизонтально вперед. Теперь нарисуем силу ротора. Она направлена вверх и чуть-чуть назад. Так что у нее имеется вертикальная проекция, уравновешивающая силу тяжести, и горизонтальная, направленная против силы тяги. Ну, и еще надо добавить силу сопротивления воздуха, действующую на сам корпус автожира. Вот эти четыре силы в сумме должны быть равны нулю. Условие равенства нулю векторной суммы сил характерно для любого летательного аппарата. Но для автожира имеется еще одно очень специфическое условие. Когда его ротор вращается с постоянной угловой скоростью, это означает, что в среднем за один оборот ротора момент сил, действующих на его лопасти ротора, равен нулю. И с этим условием надо специально разбираться. И для этого нам сначала будет удобно рассмотреть спуск автожира на авторотации с остановленным двигателем и не вращающимся пропеллером. В этом случае обе лопасти вращаются вокруг центральной оси и опускаются вниз. А вот часть этих лопастей работают в двух разных режимах. Так что в заметаемом лопастями круги возникают две разные области. Внутренняя область является разгоняющей. Здесь момент, приложенный к частям лопастей, он раскручивает лопасти в сторону вращения. А вот внешняя область лопастей наоборот притормаживается и является тем самым разгоняемым. Так что суммарный момент вот этих сил, он как раз и равен нулю. Но зато внешняя область, в силу того, что она крутится быстрее всего, она создает наибольшую подъемную силу. И сейчас мы обсудим, почему так получается. И здесь я должен сделать два важных предварительных комментария. Во-первых, если мы просто отпустим автожир с нераскрученными лопастями, то они конечно не раскрутятся, а он просто упадет на землю. Потому что обтекание лопастей будет происходить в очень неприятном режиме. А комментарий второй, он касается бумажного вертолётика, который мы показывали в одном из предыдущих роликов. Ну и вот здесь как бы его макет. Про бумажный вертолётик можно сказать, что угол установки лопастей по отношению к вращению отрицательный. Он опускается и как бы ввинчивается лопастями в воздух. А вот у настоящего автожира угол установки лопастей не отрицательный. Ну он положительный. Правда, небольшой там составляет пару градусов. И тем не менее, лопасти в режиме авторотации, то есть которые стоят как бы вот так, да, получается, они раскручиваются в правильном направлении за счет набегающего на лопасти снизу потока воздуха. Изобразим два сечения лопасти. Одно на самом конце, а другое в середине. В режиме авторотации ротор опускается вниз и с точки зрения лопасти снизу на неё набегает поток воздуха. Сама лопасть при этом вращается и горизонтальная скорость набегающего потока на конце лопасти в два раза больше, чем в середине. Сложив эти две компоненты, мы получаем полную скорость набегающего потока и видим, что угол атаки в средней части лопасти больше, чем на конце. Подъемной силой называется компонента аэродинамической силы перпендикулярная набегающему потоку. Она пропорциональна квадрату местной скорости потока и углу атаки. Так что в средней части лопасти подъемная сила в два раза меньше, чем на конце, зато она наклонена вперед на вдвое больший угол. Компонента аэродинамической силы, которая направлена вдоль потока, называется силой аэродинамического сопротивления. Она тоже пропорциональна квадрату скорости, а от угла атаки в хороших режимах обтекания она зависит слабо. Так что в середине лопасти она в четыре раза меньше, чем на конце. А теперь построим полную аэродинамическую силу, действующую на лопасть в разных ее сечениях. Посмотрим на ее компоненту перпендикулярную оси вращения ротора. И оказывается, что на конце лопасти она направлена назад и тормозит вращение, а в середине лопасти она направлена вперед и разгоняет вращение. А в целом получается, что скорость вращения ротора, скорость спуска и граница между разгоняющей и разгоняемыми областями сами устанавливаются так, чтобы скорость спуска и скорость вращения ротора были постоянными. При этом получается, что вращающиеся лопасти ротора заметают круг и автожир в полете как будто бы опирается на всю площадь этого круга. А теперь нам надо рассмотреть режим горизонтального полета, когда автожир подталкивается работающим пропеллером. При этом лопасти автожира, как уже было сказано, весь ротор наклонен назад так, чтобы поток воздуха набегал на него спереди и снизу. И вот это набегание снизу и поддерживает авторотацию ротора. Но при этом обтекание лопастей ротора оказывается несимметричным, потому что одна из них идет вперед по ходу движения автожира, а другая назад. И это приводит к некоторой проблеме. Пусть автожир летит вперед со скоростью 145 километров в час, это 40 метров в секунду. Концы его лопастей вращаются гораздо быстрее, пусть это будет скорость в 200 метров в секунду. Но смотрите, к той лопасти, которая идет вперед, к ее скорости надо прибавить скорость автожира, а к той лопасти, которая идет назад, от нее надо эту скорость отнять. И вот получается, что скорость наступающей лопасти относительно воздуха составляет 240 метров в секунду, а отступающей лопасти 160 метров в секунду в полтора раза меньше. А подъемная сила пропорциональна квадрату этой скорости. Ну и получится, что тогда наступающую лопасть начнет поднимать и автожир будет опрокидываться на бок. Ну и эту проблему надо каким-то образом решить. И для этого ротор в простейшей конструкции автожира крепится на оси не жестко, но так, что его лопасти могут качаться, как своеобразное коромысло. И вот за счет этого коромысла, когда лопасть идет вперед, она поднимается вверх. А когда она поднимается вверх, скорость набегающего снизу воздушного потока уменьшается. А значит уменьшается угол атаки, а вместе с ним и подъемная сила. А на второй половине оборота эта же лопасть опускается вниз, скорость набегающего на него снизу воздушного потока увеличивается, увеличивается угол атаки и подъемная сила увеличивается тоже. Ну и таким образом происходит выравнивание подъемной силы на обеих лопастях. И вот базовую физику полета автожира мы в основном обсудили. А теперь поговорим о истории этого летательного аппарата. Принцип полета на авторотации изобрел испанский пилот и авиаконструктор Хуан де ла Сьерва. Первый построенным автожир полетел в 1923 году. Автожиры той эпохи напоминали самолеты. Их тянущий пропеллер находился спереди фюзеляжа, а сам автожир был снабжен небольшим крылом. Первый пик интереса к автожирам приходится на 30-е годы. В это время автожиры строились большими сериями и даже попадали на киноэкран, как в знаменитой голливудской картине это случилось однажды ночью. Но уже в 40-е вертолеты показали себя более перспективными машинами. Однако в конце 50-х американский изобретатель Игорь Бенсин предложил такую конструкцию автожира, которую каждый мог собрать у себя в гараже. И такие открытые конструкции без обтекателя получили широкое распространение среди любителей. Однако типичный автожир все-таки имеет обтекаемый корпус, как вот эта малышка Нелли, на которой Джеймс Бонд летал в культовом фильме 60-х годов «Живешь только дважды». Автожир привлекает простотой управления и безопасностью. Ведь даже при остановке мотора он может плавно спуститься вниз на авторотации и остановиться на земле с пробегом буквально в несколько метров. А теперь я хочу поблагодарить Дмитрия и Николая за то, что они вдохновили нас на съемку этого ролика и покатали меня на этом летающем мотоцикле. И как обычно мы переходим к заключительному вопросу. Некоторые автожиры после предварительного раскручивания ротора могут подпрыгивать на месте и взлетать вообще без разбега. Как же они это делают? Ваши догадки на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова